Вас обокрали, а вы не знаете. Что же у вас украли? Что вы не знаете? Силу вашу украли. Сильная вы попали. Могущественная даже. Можете любые проблемы решать. Можете другим людям помогать. Животным можете помогать. Очень много животных вокруг вас. Или живут у вас в доме. Может быть вы на улице просто идете. Часто подкармливаете кошечек, собачек. Я уж не знаю. Может быть у вас хозяйство дома. Вы работаете. Соолог, например. Ветеринар. Но так или иначе показывают, что вы находитесь в окружении животных. И животные вам дают свою силу тоже. И животные вас хорошо чувствуют и понимают. Возможно, вы даже разговариваете с животными. Гладите их, да, что-то вот говорите им. Они у вас прям понимают. Понимают, что вы им говорите. Украли у вас вашу силу. А вы этого не знали. Все у вас украли. Еще что-то украли. Сердце ваше ваше украли. Любовь. Надежды украли. Надежды на лучшее. На какое-то благополучие. Надежды на взаимную любовь. На счастье. В принципе, вот эту вашу открытость украли. Когда вы раньше, допустим, были открытыми, верили, надеялись, позитивное было. После вот этих событий, как вас обокрали, вам сердце разбили. У вас забрали, у вас украли вот эти способности жить, радоваться. Верите людям. Верите жизни. Мужчинам верите. У вас это украли. Как будто бы после этого, на данный момент, у вас нету вот этой способности. Вы уже более недоверчивые относитесь к мужчинам. Вы недоверчивые. Не верите даже возможно к мужчинам. Не доверяете. Как будто бы уже нет у вас вот этой способности мечтать. Надеяться на лучшее. Как будто бы вам полностью сердце разбили. Да. Зажить-то оно зажило, но шрамы остались. И вот эти шрамы напоминают о себе каждый раз. И как вас останавливают. Это воспоминания о поле. Воспоминания о прожитом. Останавливают вас, что я лучше этого делать не буду. Потому что опять меня вот это вот настигнет. Я опять не хочу это переживать. Ещё раз я этого не переживу. Останавливает вас как будто бы. Пережитое вот это. Забрали у вас способность порхать, летать, верить, надеяться. Закрылись, да? Закрылись в себе. И доверяйте не людям, не мужчинам, и жизнь в целом. Боитесь уже, да? Что с вами может опять что-то произойти. Что у вас украли ещё? Вот эту доверчивость, наивность украли. Знаете, вот говорят, да, вот у меня такая жизнь тяжёлая была. Этот мужчина со мной так поступил. Люди со мной так поступали плохо, да? Предавали меня. Оно ничего. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Знаете? Всё, что нас не убивает, убивает нас постепенно. Это очень плохая фраза и очень плохой пример. Автор этой фразы, я уж не помню, кто автор этой фразы, то ли писатель, то ли художник какой-то известный, то ли психолог. Всё, что нас не убивает, делает сильнее. В итоге этот человек зашёл с ума и покончил жизнь самоубийством. Всё, что нас не убивает, убивает нас постепенно. Каждый раз, когда нас предают, каждый раз, когда нам втыкают нож в сердце, это всё откладывает отпечаток на наше душе, на сердце. Душа уже становится израненная, сердце израненное. Это всё откладывается на нашей психике. Мы уже становимся недоверчивыми, не верим людям, теряем вот эту способность жить, радоваться жизни. Закрываемся. Пытаемся уже каждый раз себя обезопасить, чтобы со мной опять этого не произошло, потому что я в следующий раз этого не переживу. Мы теряем какую-то свою вот эту наивность, такую кристальную, да, которую обладают только дети. Дети, когда вот ребёнок ещё не тронутый, да, наивный, чистый, верящий в любовь, верящий в искреннюю любовь. Мы безвозвратно этого лишаемся, мы безвозвратно это теряем. Теряем способности так низко не видеть, потому что вдруг, потому что если что. Поэтому это очень плохое утешение, всё, что нас не убивает, а делает нас сильнее. Мы таким образом оправдываем своих обидчиков. Надо всё равно себя обезопасить в том плане, что не общаться с людьми, которые нас обижают, а тянуться к хорошим людям, которые верят в нас, которые любят нас, ценят нас просто так, ни за что. Не потому что мы что-то не сделали, мы как-то попытались им угодить, да, а просто так. К таким людям нужно тянуться и уходить, отворачиваться от тех, которые вас обесценивают. Каждым словом, каждым поступком это удар в сердце, это каждый раз вам вам ставят печать, что вы какая-то вот как отрибья, ты недостойный, да что ты из себя возомнила. это каждый раз оставляет отпечаток на нашей душе, на нашем сердце, на нашей психике. И мы уже становимся неуверенны в себе, закомплексованы, запуганы, забиты. Вот это у вас украли. Самоценность украли, веру в себя, вера, что всё будет хорошо. Вот это украли. Когда каждый раз вам залит нож в сердце, так же не верите в себя. Вот обратите внимание, изначально какая вы были, да, вот вы сидите в такой позе, открытая поза. Поза показывает то, как вы себя внутри чувствуете, как себя человек в пространстве себя ведет, какая у него поза. Это показывает его внутреннее состояние. Смотрите, какая вы изначально были, открытая, да. Оперлись на землю, то есть это, вы чувствуете какую-то опору. И после всех вот этих ножей, клинков в сердце, вы закрылись. Закрылись, да. И как будто бы, как из вот этой женщины, вот такой красивой, шикарной, уверенной в себе. Превратились в какого-то, как закомплексованную девочку. Волосы уже собраны, да. Куча, хвост. Как девочка в джинсах. Тут сидит красивая женщина взрослая. С распущенными волосами, в красивой какой-то одежде, цветы. А здесь в окружении животных, да, природа. Это все ресурсы. А здесь вот сидит на этом плитке, на полу, в этих джинсах. Ну, как-то уже картинки сильно отличаются, да. Статус сильно изменился. А потому что вот это внутреннее состояние ваше поменялось. Уверенность в себе украли у вас. Женщина вышла из вашего рода. Хранительница вашего рода. Уже в живых нету. Это умершая женщина. Что ты хочешь сказать? Обращается к вам. У тебя дети есть, у тебя есть внуки, у тебя семья есть. Тебя многие любят. Не забывай, помни об этом. Помни об этом. У тебя есть потомство. Ты дала целую ветку новому поколению. Твои дети, внуки. Они тебя любят. Как бы там между вами не было, но они тебя любят. Не думай, что ты одна. Одна во всем мире и ты никому не нужна. Нет, это неправда. Это неправда. Тебя любят твои дети, твои потомки. Встречайся с ними как можно чаще. Звони, разговаривай. Если у вас плохие отношения с детьми, может быть, до кого-то проиграется, что дети очень сильно как-то отгранят вас. Но эта женщина, которая сейчас вышла из вашего рода, она вам говорит, ты же мать. Ты же мать. У тебя должна быть мудрость. Ты как минимум на 20 лет дольше не прожила твоего ребенка. Уже хотя бы из этого, исходя из этого, у тебя должна быть, ты должна быть более умная, более мудрая. Даже если ваши дети, ваши внуки ведут себя по отношению к вам. Как вы считаете, некрасиво, неправильно. Вам не нравится. Вы считаете, что они вас обижают. Но тем не менее, эта женщина вам говорит, ты как минимум на 20 лет их старше. Уже у тебя должна быть мудрость и ум больше, чем у них. А они на 20 лет морожат тебя. Прости, ну. Прости им это, потому что они еще, ума их, у них недостаточно ума, чтобы вести себя так, как тебе хотелось бы. Ты же мать, ты выносила этого ребенка, ты дала потомство. Ты как возглавляешь, ты дала в ветку этому потомству. Ты родоначальница. А разве родоначальник, командир, обижается на своих подчиненных? Обязательно говорит, вот нужно тут встретиться, пригласить, или вот приезжайте ко мне, приходите, или давайте где-то на нейтральной территории встретимся. Для вас это обязательно, такое важное послание. Звоните своим детям. Понимаете, вот смотрите, вам тяжело, вам тяжело, понятно, у вас тяжелая жизнь была. Вам тяжело, так, а вы взрослая женщина. А представьте, каково вашим детям. Им же тоже тяжело. У них тоже какие-то свои проблемы, какие-то, знаете ли, возможно, жизнь у них идет не так, как они себе мечтали. У них тоже свои мечты и свои желания. Возможно, их жизнь идет не так, как они живут, не так, как они мечтали. Так, а они дети, у них опыта меньше. Представьте, как им, каково им. А им тяжелее, чем вам несколько раз. А вы, ведь вы же старше, и то вам тяжело, да, вам не хватает вот этого стержня внутреннего. А что говорить о ваших детях или о ваших внуках, насколько им тяжело. И все равно, как бы они к вам не относились, все равно они вас нуждаются. Я не говорю о том, чтобы вы кормили взрослых своих детей или внуков, но тут речь идет о моральном, о душевном, о душевной помощи. Просто поговорить, позвонить, как ты, что ты, как у тебя дела. Все хорошо с тобой. Ведь вот это понимание, вы же знаете, каково это быть, жить одному без какой-либо психологической поддержки. Вы же знаете, каково это, да. я обратила внимание, я обратила внимание, что мой микрофон валяется где-то, я тут расклады записываю. Я надеюсь, что будет все хорошо слышно, потому что очень такой интересный, мощный расклад. Так вот, по поводу детям. Вы же знаете, каково это быть, когда ты живешь один-одинешенник без моральной поддержки. Вот это касается ваших детей. Как бы там между вами не было, никто не говорит, что вы должны их как-то кормить, обеспечивать. Но хотя бы вот речь идет о моральной поддержке. Позвонить, и уже ему будет насколько легче вашему ребенку знать, понимать, что как бы там ни было, но моя мама всегда будет рядом. И ему даст уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне. Он обретет вот это понимание, что я не один, что я нужен. Что у вас украли? Знаете, все, что у вас украли, будет к вам возвращаться. Пентакли к вам возвращаются. Вот как интересно, как интересно, какая тенденция. Как вы здесь сидели, открытая поза, потом вы закрылись, и здесь вы опять сидите в открытой такой позе, нога на ногу, рука за головой, то есть абсолютное такое, такое расслабленное, расслабленное состояние, когда я живу, все хорошо, я наслаждаюсь своей жизнью, то есть все, что у вас украли, к вам будет возвращаться. Уверенность в завтрашнем дне, вера в жизнь, вера, надежда, любовь, благополучие, пентакли к вам будут возвращаться. Человек зашел, я аж прям испугалась. Пентакли к вам будет возвращаться, благополучие ваше, да будет так.